Я говорю опять же, мне петь легче, говорить, я просто говорю о том, что как-то в Москве, да, действительно некоторые люди думают, а как я буду читать намаз, а как я буду так, просто надо не кричать об этом, не говорить там, что спокойно жить, это нести себе и знать, что это вот твое самое главное, и оно тебя это спасает, это дает тебе это уверенность. Это не то, чтобы вот я тоже говорю, вот будешь читать намаз, сразу будешь уверенно, конечно не сразу, вот в этот же день, ты стала читать, и тебе сразу все блага, это вот какая-то крепость происходит, и самое главное жить в гармонии, вот ты понимаешь, что ты никого не обманываешь, вот мне если даже, я никогда в жизни не буду петь со сцены текст какой-то, ну даже странный, там, в какой-то бокал вина, там, еще что-то, я вот от этого уже отказываюсь, а вот петь честно, спасибо. Патриотические песни, о родине, о детях, это же все создание Всевышнего, вот это вот, главное быть честным перед собой и перед окружающим. Вот вы можете задавать вопросы, наверное, вот эти основные, как бы. Меня зовут Юлия, я себе от Татарского культурного центра, и я буду курировать вопросы, наверное, первый вопрос я хочу задать свой. Посмотрите, у каждого творческого человека, у каждого артиста, тем более у вас, вы же пишете песни, вы же пишете слова и музыку. Нет, я только музыку. А, музыка, хорошо. У вас, может быть, такие творческие кризисы, вы когда уступают, вы обращаетесь к Всевышнему и как вы это делаете? Поделитесь, пожалуйста. Вот, опять же, у меня сейчас творческие кризисы? Нет. Вы что, нет, вы ровно, я считаю, у меня... Честно говоря, вот, честно говоря, до того, как... Ну, я не знаю, что это лето стало, что это намаз, да, как сейчас так, колбасил. Вот это не так, что-то я что-то нервничал, что-то мне вот казалось, что жизнь там, ну, бывает. А вот сейчас у меня их нет, я все принимаю. Ну, наверное, вот человек, который что-то там Всевышнему, все посылается не просто так. Вот если что-то трудное, значит, трудность надо, она не просто так послать, надо преодолеть. Что вот, если что-то вот, ну, какой-то застой, значит, это просто вот перерыв в том, чтобы тебя дохнули. Их нет, Юль, честное слово. Вот я принимаю все, вот таким, какое оно есть. Без сожалений, без каких-то вот этих кризисов. Аль-Хамбель, я говорю, потому что это дает, я говорю, это очень помогает в жизни. Вера, имана. Это правда. Вот спросите у девчонок. Вот Нурея меня очень давно знала. Я человек такой эмоциональный, да. Ну, я раньше, ну, а сейчас я все воспринимаю как спокойно, и вот, если что-то даже додумываю, и потом понимаю, что я, ну, где-то что-то, я не конец. Все равно активизму можно поваливаться. Но он уже другой, он в другой русло направленный, вот, какой-то вот, да, и созидание, и чего-то вот с созданием хорошего. У кого-нибудь еще вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Майдер Ханн, мне хотелось бы задать вам вопрос. Я знаю вас достаточно давно, и очень много читал ваших интервью. Я очень рад, что вы несете сейчас людям позитив, религиозный позитив со сцены. Ну, вы сами, наверное, позитивным человеком, никогда не унывающим. У меня такой вопрос. Насколько сейчас тенденция исламизации, ну, в каких-то рамках, сцены существуют. Вот вы читаете намаз, да, встречались вам люди еще, которые изъявили желание познакомиться, вот, как это вы читаете намаз, там, да, читали намаз тоже, может быть, где-то с вами. Если такие люди встречали вы на сцене нашей, татарской, спасибо. Это Ринат Ибрагимов. Да, да, вот, да, Ринат Ибрагимов. Он тоже читает, и опять он это не кричит, нигде не что-то не говорит, он это делает. Вот сколько у нас гастроли были, он тихонько, спокойно, и всем всегда очень добрый, человечный, всегда всем помогает. Он вообще читательный обыкновенный. Ну, так говорят, должны быть люди. Вот сейчас в Санкт-Петербурге молодой певец, Динар Гитимов, вот он сейчас уже к этому подходит, потому что мы как-то с ним разговаривали, послушали манаджаты. И стремиться, то есть вот круг, с кем мы общаемся. Ну, единственное, что у нас была такая вот задумка, вернее, задумка шла вот уже в Госдумы, собрать большой диск всех исполненных произведений, всех конфессий. И вот когда мы говорили, как раз мне поручили исламский этот диск создать, я просто была приятно удивлена, что многие захотели в нем тоже исполнить. Многие не говорят, я знаю, что Айдар Галинов тоже исполняют. Но они об этом не кричат, не говорят, нужна для этого среда, обстоятельства, чтобы их вот как-то подтянуть. Ну, там есть у нас Дин Ахметов, Альберто Садуллин. Вот по поводу того, читают они намаз или нет, я не могу сказать, да, потому что, тоже опять, это чисто личное, об этом, наверное, не кричат, не говорят. Вот с кем я общаюсь близко, вот наши девочки Недина. Ну, вот, мне очень приятно, что Ренат Славович, но опять же, мы просто знаем об этом, часто встречаемся на гастролях и видим, как все это происходит. Спасибо. Ренат Славович к нам часто приходил, ну, последние годы на праздничный намаз. Это очень приятно. Так что мы точно знаем, точно об этом знаем, что он читает намаз. Да, конечно. Я, наверное, ответила, потому что я не удаюсь, но то, что тянутся к этому и что-то хотят. Я просто могу привести, не из жизни, не из творческой. Мы когда гастролировали по Нижегородской области, нас расселяли в каждой деревне, в дом какой-то, да, ну, я там читала. Тут прошло уже столько лет, тут одна женщина, я пела на свадьбе, подходит ко мне, говорит, Нареха, ну, спасибо вам, вы меня поставили на вас. Я, честно говоря, даже весу уже не помню. Но мы ее дочери прожили две ночи. Я просто помню, что, да, она мне спросила, а как это делать? Она говорит, что «Станите со мной», но мне было, честно говоря, очень приятно, но до тех пор читаю на английском. Вот, наверное, вот это вот. Ну, это, наверное, прификсируем, что она оборачивает. Какой-то вот уже сердце такой. Хорошее дело. У кого-то еще есть? Остались вопросы? Задавайте, не стесняйтесь. Можно спросить, что-то Арата Башарова, как вот спели песню? который на виду и они пытаются его всегда огрязнить это неприятно это уже наша жизнь поэтому я говорю самое главное не 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 слушать ничего жить гармонии собой делать то что тебе положено делать парад именно такой он не обращает внимание на это все и мама ему раза очень хорошие воспитали узнает вот опять же мы сколько на гастроли садимся на стол и взяли вошли мама очень хотел чтобы он пел монаджата вот он уже выступил в этом большом празднике у нас тоже мысли да вот выступить с монаджатами он знает ссоры он очень он вот то что он экстрасенс ведет да он тоже к этому относится очень осторожно потому что мы разговаривали я как всего выполнять свою работу мне дали текст я ее я его прочитал а то что вот вот это все даже ему обращаются познакомь там с тем ну зачем вам это нужно я понимаю что это очень страшно и чтобы пользоваться вот этими страшными людьми это себе хуже только делать штамма себя накликаешь вот это все вместе с этими просьбами вот и я к этому отношусь вот так отстраненно это просто моя работа я за это получать деньги мне дали текст я провел как ведущий но во все это я не верю и боюсь потому что это очень страшно опять мы с ним начали это вот мы как-то как мы познакомились наши корни то его мамы с нашей деревни до вечера он и гордали дальше намного но мама непосредственно не дальше когда там дали вот тети и как-то мы передать что же вместе всем м1 тогда еще было каждый год на праздник на образоваривание на телевидении снимали и он тоже там был с ним как-то прошу тесного я ему деть подарила и мама говорит он он что-то больше пить татарских ты поешь вообще пою машинка песню пою слушай пою и я почему-то подумал что деревню первую песню который он очень трудолюбивый очень серьезно относится к делу если он за что-то берется вот он прям с утра до ночи учил все затем вот мой из фатарис не устал на песню вербулы кота а московских татарах и вот я или кара-кара и вербулы кота а московских татарах потому что он очень трепет на относится конечно татарам языку к религии это у него внутри а то что о нем говорят потому что на передаче когда когда велась вся вот эту грязь на него велась пусть говорят я свидетель ко мне тоже приезжал от редакции я помогал с моей внучкой сидеть они мало того что они вместе там 7 часов креплится по 12 ночи и все ждала и они все пытались ну скажите но она любит может быть вот выводить я говорю только хорошее заводили за плохой я ни слова не сказала очень долго сидели и и так и сяк прям вот и мои слова даже не ставили вообще ничего хорошего о нем ничего не говорили а многие говорили поэтому он из этого положения достойно вышел достойно вышел из этого положения он извинился хорошо ну я считаю я учебно это не обращала внимание потому что это все это такая вот эта грязь она самое главное что мы знаем что татарин и он действительно до сих пор уважаем и все равно его толпать ничем не замажешь и ничем не поэтому я говорю по поводу никогда никого не берешь вот совершенно не такой человек не такой человек у нас же еврейцы посмотри евреев меньше всего в москве это количество вообще не команда сколько 10 процентов а они везде то есть все таки то что люди говорят в божий знак потому что у нас есть экстрасенсы вот я смотрела пару выпусков это одно а есть все таки то что люди говорят в божий знак ну я считаю что это намерность то что у меня все какие-то хорошие события происходит вместе с романом или на праздник это совершенно точно видимо человек вот какой-то средоточие вот пост казалось бы хотя он пост наверно дает еще какие-то прививки потому что когда ты вот в обычном порядке живешь ты можешь отложить что-то как-то себе пометить план а там ты понимаешь вот это час за это время когда ты ну у меня лично так я должен сделать все за какой-то вот период когда тебе там и когда вот это воздержание оно полезно наверное для сердца вот для какого-то такого рабочего толчка я все делаю у меня получается что всем и звание получила и диски я получила писала в общем я как-то себе тоже анализировала у меня все происходит вместе с рамазом наверное это вот это наше что вот аллах нам помогает вот сосредотачиваться что-то такое вот делать и я говорю вот у меня твоя мама же занимает она у меня такой человек тоже искренне верующий она всегда собирает какие-то тезисы вот сейчас я тоже прочитала у нее о гьете что-то тоже вот может быть исламки не принимал вот как он видит как он понимает но был мусульманин да он потому что говорил что в исламе точно вот единый бог и поклонение единому богу вот это для него было тоже постепенно значимым то есть многие люди которые нас утаивают все правильно вести и правильно вот в этом мире вот эти вот выбирать пути и и людям которые действительно талантно кто правильно делал он тоже ну я говорит уже наверное у кого-то приходит это с каким-то событием у кого-то приходит это вот просто с радостными событиями как у меня родила на вас я стала очень хорошей формирует очень хорошей формирует любите ли вы готовить как пропустишь какой у вас режим так значит люблю я люблю значит я езжу с метро я считаю каждый день какие-то герой у меня внучка сейчас занимается синхронно булавом второй год живет у меня вот я за ней езжу с утра на боках молодышка в стад ходит на Шепиловскую потом на Щелковскую потом везу я опять на Щелковскую там значит я с ней она проходит шесть часов ну четыре часа у нее потом это вот первая гимнастика потом я опять возвращаю ее домой потом возвращаюсь домой и еду еще по делам вот так вот у меня каждый день проходит я очень благодарна потому что мне там предлагают заниматься фитнесом там же где она у меня уже честно говоря сил на это нет потому что я начинаю своим динами заниматься там звоним что-то какие-то составляю перепишу что-то какие-то планы какие-то сценарии в общем вот эта работа когда я жду на тренировке какое-то вот это свое питаемся мы очень полезно потому что я успела сделать это сварить суп отварное мясо ну как сказать щи борщ муж у меня тоже в еде такой неприхотливой что успею там скороварку мультиварку плов подушу что-нибудь утром всегда у нас каша овсяная либо муж с вечера сварит либо я с вечера только по праздникам потому что мы сейчас вот сын у меня очень любит париамяч поэтому только для него потому что мы уже съесть столько не можем когда сын у нас это пельмени перемещен и бочь-бочь-бочь-мар тогда можно было тогда все вот прям оп-хоп и переваливаем сказалось вот с вечера наешься столько а сейчас вот только на концерт правда если концерт споешь вот килограмм и три точно вот это вот и есть наверное спорт энергия это вот говорят же энергия потом пение это тоже спорт потому что когда мы вот на репетициях собираемся дыхание я считаю что если вот ты прям проследует не напрягся вот не пошел значит ты что-то не доделал а вот когда уже значит все нормально пошло если я чего-то значит не хватило ну так уже не бывает это раньше а тут видимо мобилизуешься силы уже со всей душой все это делаешь вот